Друзья, всем привет! У нас небольшие перестановки в мастерской и сегодня расскажу про стеллаж для хранения пиломатериала, который наконец-то было решено перенести в новый корпус. На данный момент весь основной материал был переработан и стеллаж по сути наполняли обрезки, которые переместились на антресоль в прихожей строению. Ну а сама конструкция стеллажа очень удачная и проверена временем, начиная со старой мастерской, которая располагалась на месте гостиной в моем доме. Были некоторые изменения в виде подшивных полок, но силовой принцип оставался неизменным и в последнее время замечательно держал приличный объем тяжелых экзотов. Теперь же предстояло разделить всю конструкцию на модули и отпилить макушки стойк, которые в самом начале выполняли функцию потолочных упоров и избежание прокидывания всей конструкции, ну а второй корпус у нас на полметра ниже, поэтому пришлось. Однако сам стеллаж там будет куда шире, оттого полезный объем в итоге только вырастет. Одну из подпорок центральной оси строения пришлось убрать, так как она мешалась, да и попросту была не нужна, так как целый год во все сезоны оставалась прослабленной. И только в ее отсутствии секции стеллажа смогли пролезть на новое место. Можно было, конечно, отпилить и верхний кронштейн, но их было решено оставить для распорки всей конструкции в потолок. Соответственно, под новый размер понадобилась дополнительная секция, процесс изготовления которой я и решил показать. С прошлого года как раз от строительства этой пристройки оставалось небольшое количество хвойных досочек, которые за год подсохли и как раз подошли под данную задачу, так как уже не будут менять геометрию и все модули с новыми полками можно будет сделать в горизонт. Тоска двухсот и, конечно, по мере высыхания сечение уменьшилось, однако, как полагается, появилось приличное кромысло, а где-то даже и винты. Оттого, выбрав пару досок для стойк поровнее, я всегда стараюсь отпилить все лишнее до первичного строгания, чтобы не сострогать весь материал за пределы необходимого. Тут стоит снять расклинивщий нож и черновым диском аккуратно убрать лишнее, оставив запас. Но, чтобы не гонять длинные коромысла на фуганке во всю длину, можно сперва разобраться с концами, прогоняя только их, а когда плоскость уже приблизится, гонять целиком. Так немного сэкономите во времени, и получится более равномерный результат. Мне нужно было получить сечение 40 мм и при длине в 2 метра это чудом удалось. Сосна, конечно, все более редкий материал в моей мастерской и только успеваю менять мешки от стружка от соса. Но самая засада это чистка пильных дисков от смолы, тело которых буквально за несколько часов работы забивается и осложняет работу. Тут приходит на помощь пилочист или всякие народные средства типа солярки. Зато такую стружку можно отдать соседям, которые держат скотину, иначе с экзотическими опилками вечная мука. Для пиления в чистовой размер я обычно применяю универсальный пильный диск на 42 зуба, который годится и для продольного, и для поперечного сечения, ну и разумеется уже ставлю расклинивающий нож. Но что касается частоты пиления, то тут все зависит не только от количества зубьев. Надо учитывать, какой толщины мы гоняем материал, так как при том же пилении пластей, когда предстоит глубокий пропил, стоит ставить диск с наименьшим количеством зубьев, чтобы большие расстояния между ними успевали отводить стружку, иначе пиление будет тормозиться, а пласть гореть. В этом случае качество не принципиально, так как будет строгаться, но с тонким материалом наоборот, зубьев чем больше, тем лучше, вплоть до торцевого диска. В случае с той же фанерой или прочим листовым материалом можно добиваться идеального пропила, а проклеив обратную сторону пиления малярным скотчем, можно избавиться и от сколов. Ребра жесткости кронштейнов у меня имеют 15-градусный запил, чего вполне хватает для придания полкам необходимой прочности и в то же время сильно не крадет подполочное пространство. Крепится все это дело посредством косого шурупа, что также показало себя очень уверенно даже в подобном силовом применении. Надо понимать, что шурупы тут держат только ребра жесткости, вектор силы которых направлен частично в стойку, от того крепеж выполняет роль больше фиксации. Тем не менее, кондуктор Крэк с системой косого шурупа остается самым простым и дешевым методом надежных соединений, так как в отличие от шкантов или шипов стальной саморез подобен арматуре в бетоне, что вкупе с клеем делает соединение очень и очень прочным. Взвращаясь к деталям стеллажа, стоит отметить, что нижняя полка сделана по принципу стола с четырьмя ножками, две из которых это стойки стеллажа и еще пара коротких, которые врезают с кронштейн. Такой конструктив позволяет нагружать на нижний ярус неограниченное количество материала, а главное удерживает всю конструкцию от опрокидывания. Подобные шипы, создаваемые на передних ножках, проще всего запилить на ленточной пиле и, кстати, хорошая новость для владельцев самых популярных 14-дюймовых ленточек. В продаже появился обновленный параллельный упор, высокий и двусторонний, подобный упором на более взрослых моделях пил, так что кто хочет апгрейдиться отличный случай. У меня была эта замечательная пила, но упор там был куда проще. Возвращаемся к стеллажу и размечаем позиции для ребер жесткости в соответствии с готовыми образцами. Несмотря на то, что торец клеить к пласти бессмысленно, с саморезом самое то. Во время закручивания косых шрупов стоит применять специальные струбцины для контроля соединяемых плоскостей, но вполне подойдут и обычные с наиболее широкими губками. Я порой как-то обхожусь и без них, особенно когда всё на ровном столе, которым часто выступает циркулярка. Ну а в стол когда-то врезал крэговскую пластину для специального прижима и при необходимости пристреливается прямоугольный стапель и получается очень удобная штука для частых работ. Для черновой сборки и быстрой фиксации, как обычно, применяется пневматика в качестве гвоздя забивного пистолета 18-го типа. И неоспоримый плюс пневматики в том, что одной рукой мы держим заготовку, а другой монтируем, чего не всегда сделаешь шуруповёртом, который в том числе в процессе закручивания может сдвигать заготовки. Ну и переходя к итоговой сборке, я решил воспользоваться обычным правилом, чтобы по месту смонтировать все кронштейны полок в единой плоскости. Те же экзоты в 52-й толщине идут довольно ровной геометрией, так что лучше им таковыми оставаться. При монтаже самих деталей кронштейнов уйдем ровно тем же путем, начальная фиксация деталей в уровень и последующая прокрутка желтыми саморезами. И, как видно, старые секции стеллажа были скрученными черными, но благодаря клею все пережило года, так что с желтыми будет и подавно хорошо. Разумеется, прежде чем крутить саморезы, все нужно засверливать и зенковать, иначе все мгновенно потрескается. Честно говоря, забыл проклеить передние части ребер жесткости с кронштейнами, оттого вся надежда в этих местах только на саморезы. Но, уверен, никуда не денется. Полочками, которые соединяли между собой две секции стеллажа, соединил новую секцию, так что детали пошли по тому же назначению. Полочки эти мало того, что придают жесткости всей конструкции, так еще и являются местом для хранения всяких обрезков. Таким образом, стеллаж можно заполнить по максимуму. В первый раз вся конструкция у меня фиксировалась к потолку, во вторую с помощью множества уголков к стене, но теперь я решил сделать подшивку у каждой секции с помощью 6-мм фанеры, так как связывать я их уже не стал. Монтаж подшивки производил уже скобами, так как для тонкого листового материала гвоздя, тем более шпильки никуда не годятся, и, наверное, позже прикрутим все это дело к потолку, чтобы уж наверняка, но в целом конструктив могу категорически рекомендовать. Ближе к осени будем загружаться, но пока что уже второй месяц обшиваем мастерскую сайдингом. Кое-что снимаю и потом обязательно покажу. Ну и хочу напомнить про токарную онлайн-школу, второй урок которой состоится 4 августа. Для моих подписчиков сделали подгон и вне зависимости от года покупки токарного станка Jet или Powermatic. Все подробности будут в описании. Ну а на сегодня у меня все, спасибо за внимание, друзья, и всем удачи. Дорогие мои, добрый вечер. С вами студия Jet, я Александр Брюкнер. Между основной станиной и удлинителем правило номер один, что резец должен быть всегда острым. Как определить, когда резец сел? На это есть определенные визуальные моменты. Значит, посмотрим, как заправляется угол, как создается форма резца и для чего применяется бокрый камень и для чего нужна доводка резца и полировка резца. Будут участвовать у нас в следующем эфире приспособы для заточки. Как, допустим, лишнего не снимать металла при заправке резца. Посмотрим, как точится реер, отрезной резец, мейсель, болт-гоуч. И не унывайте, не унывайте, если на начальной стадии у вас не будет получаться, ну, примерно одинаковых. Анализ вот этого, он очень-очень правильный. Субтитры сделал DimaTorzok